Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В фильме снимались Крис Лемон Кэрол Альт Эшли Горл И Патрик Макни Девушки отдыхают 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 А ещё мы встретили снежного человека. Ты всё это придумал? Зачем не придумывать? Потому что тебе нравится. Хорошо, если тебе это не нравится. Нет, расскажи мне обо всём с самого начала. Компания девушек из лагуны поехала с одним типом, который продаёт украшения, кататься на яхте. Знаешь, такая рекламная компания. Они оказались на яхте, окружённой со всех сторон моря. Совершенно верно. Итак, он забирает их с пристами, они выходят в море, напиваются, и затем этот тип достаёт украшения, и... Их ограбили. Нет, их ограбили пираты, которые в последнее время появились здесь. Располагайтесь как вам угодно. Как поживаешь, дорогая? Да, я сейчас на яхте. Да-да, очень хорошо. Какой цвет выбираешь? Красное золото будет в самый раз. Да-да, тебе очень пойдёт. Эти часы сделаны из чистого золота. Они очень хорошо смотрятся у тебя на руке. Спасибо. Не двигаться, это ограбление. Что вам надо? Деньги, драгоценности. Пошевеливайтесь. Быстрее, надо отсюда сматываться. Не двигаться. Мы с Брю были в море, и слышали позывные. А что произошло дальше? Они внезапно исчезли. Ты можешь их обнаружить? Я пытаюсь зафиксировать координаты позывных. Если это пираты, которые терроризируют нас в последнее время, то надо прибавить газу. Нашёл. 29 градусов в сторону юга-юга-запада. Держись. Мы с Брю решили раз и навсегда разобраться с этими кратами. У вас только одна секунда. И эту цепочку тоже. Часы. Ты пойдёшь с нами. Пошли. Вперёд. Я могу разнести их двигатель лазерной пушкой. Мы не можем стрелять. Там заложники есть. Уже нет. Включить автопилот. Готово. Пошли. Всё в порядке. Мы с вами. Спенс, они мчатся прямо на нас. Под воду. И пираты уплыли? Мы встретились с ними снова, когда познакомились с Билли Сайперсом. Кто такой Билли Сайперс? Один индейский парень, который нам очень помог. Когда умер его дед, Билли поклялся закопать его мешочек с лекарственными снадобьями на священной индейской земле. Только Билли не знал, где её найти. После того, как он искал её два дня, он решил искупаться. Внезапно там появилась Келли, собираясь сделать то же самое. Келли, собираясь сделать то же самое. Что вы здесь делаете? Ничего, я собирался купаться. Вы следили за мной? Я уже был здесь, когда вы появились. Это частная собственность. Вас могут арестовать. Мои предки купались в этом пруду задолго до того, как вы пришли в нашу страну. Я проделал путь в две тысячи миль, чтобы добраться сюда. У меня такое же право находиться здесь, как и у вас. Я не хотела вас обижать. Я просто не думала, что здесь кто-то есть. Меня зовут Келли. А тебя? Билли Сайперс. Билли, может, мы лучше оденемся? Да. Ты первый. Я очень извиняюсь. Я закрою глаза и не буду смотреть. Обещаю. А что произошло дальше? Билли знал, что одна вещь из мешочка его деда должна привести его к священному индейскому кладбищу. Но не знал, какая именно. Я не встречал такого противного запаха со времен своей службы в армии. Что это? Это мех, но я не знаю, какого животного. Это макшвати. Чего-чего? Макшвати. На языке племени Околапса это значит скунсовая обезьяна. Легенда гласит, что макшвати живет на болотах и охраняет духов. Меня зовут Жан Лафуэ. Как ты говоришь, тебя зовут? Жан Лафуэ. Лафуэ. Вы, случайно, не родственник Пабе Лапью? Все в порядке. Если бы я был вашим возлюбленным, я никому бы не позволил так говорить. Но мы... Дело в том, что он и я, мы... Это не так важно. По-моему, мы отвлеклись. Да, мне кажется, этот молодой человек ищет место древнего захоронения племени Околапса. Вы знаете, где он находится? Боюсь, что нет. Хочу тут бояться. Но если вы составите мне компанию, мы могли бы покопаться у меня в библиотеке. Вы перебили меня, вы перебили меня. Да, перебил у меня из журнала капитана Амброза Ремалё, который торговал с племенем Околапсо. Я думаю, это никуда не годится. Чтобы определить, где находится захоронение, лучше всего пропустить шаманский мешочек через спектр трон. С удовольствием. С удовольствием? Буду ждать вас на пристани. Что? До свидания. До свидания. Пока. Брю, успокойся. Можешь заняться своим спектр троном. А я буду изучать Жанна. Жанна? Ты сказала Жанна? Журнала. Я сказала журнала. Журнала. Ты сказала Жанна? Я сказала журнала. Она сказала Жанна. Зачем ты сказала Жанна? Зачем она это сделала? Мне послала его судьба. Я чувствую, что этот индейец приведет нас к несметным сокровищам. Пираты Голубого Галеона прятали драгоценности на кладбище Околавсо. Они знали, что его охраняют суеверие и страх. Нам надо помочь этому парню. А когда он найдет сокровище, уничтожить его. Как ты думаешь? Пошли. Пираты, индейцы. Не могу поверить, что все это произошло за ту неделю, которой у меня не было. Это не сказка про Питера Пэна, поверь мне. Луфуэ хотел заполучить сердце Келли и голову Брю. На тарелочке. Луфуэ давно мечтал разыскать сокровища пиратов Голубого Галеона, которые они спрятали на кладбище племени Околавсо. Соблазнение Келли было частью его плана. Пробуманного плана. Я никогда не видела ничего подобного. Мне нравится, что мы смотрим на вещи одинаково. Ты коллекционер? Да. Если у тебя есть страсть, всегда найдется способ ее выразить. Какая у тебя самая редкая книга? Самая редкая книга... Вот. Оригинальная версия Тартюфа, до того, как король приказал Мольеру переделать финал. А это... Единственный экземпляр шекспиревской пьесы, как вам это понравится. С пометками автор. Невероятно. Я вижу, что твоя любовь к антиквариату так же горяча, как и моя. Пошли со мной. Сюда. Боже, правый. Это настоящий музей? Каждый предмет моей коллекции был украден у его настоящего владельца. Крали другие, я лишь спасал их из рук жадных людей. Саркофаг, вывезенный из долины царей. Ваза времен династии Мин, захваченная прибрежными пиратами. Статуя Диониса, похищенная из музея Крита. А почему ты не вернешь их законным владельцам? Если я украл твое сердце у другого мужчины, должен ли я возвращать ему его? Наверное, нам стоит поискать книгу о кладбище Акалавсо. А как же твой друг, тот, у которого катер, кажется, он называется Гром? Откуда ты знаешь о Громе? Случайно видел. С помощью его компьютера твой друг сможет установить место расположения этого кладбища. Думаешь, это возможно? Мы можем предоставить инициативу ему. Быть может, пообедаем? Не знаю, была ли это обычная ревность, инстинкт или просто паранойя, но Брю решил последовать за Келли в дом Ла Фуэя. И когда он там объявился, обстановка накалилась. За нас. Привет. Брю. Отличное шампанское. Какой сбор? Вчерашний? Что ты здесь делаешь? А ты? Интересная у тебя квартира. Маска. Ты сам для неё позировал? Если хочешь разглядеть поближе, я повешу твою голову рядом. Попробуй, если сможешь. Перестаньте, это же глупо. Ты владеешь шпагой? Чуть-чуть. А ты? Три трупа на прошлой неделе. Здорово. Брю, хватит вам. Брось оружие и покинь мой дом немедленно. Один. А может быть, лучше надрать тебе задницу? Ты рискуешь своим сокровищем. Я рискую своим. Я не его сокровище. Согласен. Да здравствует Франция. Да здравствует Лас-Вегас. Я тебя ненавижу. Мне это нравится. Довольно. Хватит. Предупреждаю вас обоих. Итак, пусть все. Брю. Неужели Брю выиграл поединок и получил медальон? Это было чудо, хотя с другой стороны фиаско. Из-за этого медальона мы чуть было не погибли. Билли, вонь от этого меха невыносима. Если мешочек моего деда не будет захоронен на кладбище до захода солнца, его дух никогда не успокоится. У нас осталось шесть часов. Спектрохимический анализ завершен. Ну хорошо, посмотрим, что у нас получилось. Поверни эту ручку. Ничего конкретного. Наука не помогла найти в ней место захоронения. Душа подскажет мне путь. Моя душа наверняка бы успокоилась, если бы эта штука так не воняла. Извини. Постой-ка. Постой-ка. Этот мех. Это определенный медведь. Но место расположения кладбища не имеет отношения к разновидности меха. Оно связано с тем, что придает этому меху такой... букет. Включи ароматический анализатор. Да. Это жидкий сульфид. Находится только на острове Улгаре. Чувствую, этот медальон начинает приносить удачу. Почему Билли решил зарыть мешочек на старом индейском кладбище? Дедушка Билли был шаманом племени Аколапса. Кто такой шаман? Лекарь. Индейцы считают, что снадобие должны быть зарыты после его смерти. Папа. Постой, не так быстро. Когда местонахождение кладбища было обнаружено, Брю, Билли, Кэлли и я отправились на остров Кулдаре. Ну и как тебе остров? Оказалось, мы были на острове не одни. Вообще-то я вмонтировал датчик в медальон совсем для других целей, но благодаря глупости этого второсортного фехтовальщика мы скоро узнаем, где спрятаны сокровища. Продолжение следует... Господи, какой ужасный запах! Это геотермические источники серы. Более известный, как Грязи Макшвати. Вы в самом деле верите, что здесь обитают гигантские скулсовые обезьяны? Верите? Спроси Билли. Мой дед говорил о них, но я не знаю, правда это или легенда. Я раньше верил, что под моей кроватью живет тролль. Как ты от него избавился? Я вырос. Если ты не веришь в легенду, Билли, то почему ты все это делаешь? Я обещал своему деду. Может, пойдем дальше? Мы должны успеть до захода солнца. Для этого нам надо найти шамана. Мы должны сдержать обещание. Мы должны сдержать обещание. Назад! Только не смотри ему в глаза. Спенс, что ты хочешь делать? Будь вежлив. Простите, у вас расстегнулась молния. Зачем ты ищешь шамана племени Околавсу? Я обещал своему деду, что закопаю его лекарственный мешочек на святой земле. Как звали твоего деда? Ночная тень. Ночная тень. Он был хорошим человеком, но он выбрал неправильный путь. Поэтому его лекарственный мешок не может быть погребен на кладбище Околавсу. Знаете, сколько трудностей нам пришлось преодолеть, чтобы добраться сюда? Он умеет только пугать людей, а не помогать им. Сожалею. Я ничего не могу поделать. Я отношусь к вам с большим уважением, сэр, но вы должны понять, это наш долг. Ты прав. Ты должен сдержать свои обещания. Здесь очень тихо. Когда моя душа потребует успокоения, я буду иметь это место в виду. Женщина, я хочу поговорить с тобой. Большое вам спасибо за то, что вы помогли Билли. Вы, случайно, не та женщина, которая нарушает наше владение, чтобы искупаться? Да, иногда, пожалуй. Но я обещаю, что этого больше не повторится. Нет, вы можете продолжать. Ваши прогулки возвращают к жизни наших стариков. Всем бросить оружие! Немедленно! Ах, это ты, Лафуэ? Теперь я понимаю, почему здесь так воняет. После того, как мы откопаем сокровища, мы освободим вас, закопав ваши кости на священной земле. Прошу вернуть мое имущество. Спасибо. За мной! Подручные Лафуэ сделали так, чтобы мы не смогли выбраться. И что он придумал? Он распорядился связать нас. А для Брю приготовил специальный подарок. Давайте. Мне больно. Боюсь, мне не повезло. Обеспокойся, Брю. Я спасу тебя. Не хочешь сказать, как? Я думаю. Боюсь, тебе придется долго думать. Ловушка Гаспара – чрезвычайно эффективное средство. Ее придумал испанский пират Дон Карлос Гаспар в конце 18-го столетия. Интересный повод для раздумья. К сожалению, освободить твоего друга, не уронив его в мужу с кипящей серой, невозможно. Это ужасная смерть. На твоем месте я бы не стал здесь копать. Да, если вы все не хотите умереть ужасной смертью. Макшватия – это не миф. Вы все будете прокляты. Приберегите эти сказки для детей. А вы не обращаете на них внимания. Продолжайте. Я сказал – копать. Эй, Брю. Да, Спенс? Помнишь последнего парня, который здесь копал? Ронни Трелл? Как я могу его забыть? Лучше шнырнуть в эту лужу, чем кончить, как он. Да, это было ужасно. Просто отвратительно. Маленькая дырочка. Крохотная. Размером с чашку. Макшватия изуродовала ему лицо. Лицо? Да он раздал ему всю голову. Кровавая мессио. Напоминала пиццу, которую приготовили во время суперкубка. Которая взорвалась? Это была не моя вина. Я использовал консервированную моцареллу. Большая ошибка. Хватит. Хватит. Еще одно слово, и я отрежу тебе язык. Ой, как страшно. Немедленно копайте, или я оторву вам головы. Ты пойдешь со мной. Ты видела, он увел Келли. Пусть тебе будет хорошо. Ну, держись. Спенс. Спенс, что ты делаешь? Спенс, смотри. А вот и наш дорогой шаман. С вами все в порядке? Он увел Келли. На них напал большой маг Шватти. На этом острове все возможно. И вы не знаете, кто это? Все знают только духи острова. Папа, это действительно он спас вас? Об этом знает только сам шаман. А Билли успел закопать мешочек своего деда? Все не так просто. Мы оставили его с шаманом, а сами отправились спасать Келли. Ты, прочь отсюда. Ухожу, ухожу. Садись в лодку. Садись. Садись. Какой умник. Он направляется к реке. Там слишком узко, чтобы гром смог пройти. Тогда я пойду налегке. Спенс, будь любезен, когда ты его поймаешь, дай ему в морду от моего имени. По моей команде. Три, два, один. Три, два, один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставай! Вставай! Прощай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спенц! 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 Бет! Давай руку! Держись! Поехали! Пока я спасал Келли, Брю отправился к логову Луфуэ, где тот спешно готовился к побегу. Боюсь, я немного переборщил с пианино, но что-то подсказало мне, что звонок в дверь был бы не лучшим способом приличного внимания. Это был подлинный Баралю. Он все равно не настроен. Не приведи Господь еще раз услышать его доминор, иначе у меня весь завтрак выйдет наружу. А сейчас... И время проявить свое уважение к женщинам и другим культурам. В отличие от нашего последнего поединка, в этот раз я не оставлю тебе шансов. В этот раз? Давай попробуем что-нибудь посущественнее. Ты сам подписал приговор. Посмотрим, посмотрим. Луфуэ, куда ты делся? Ну, только отвернись на секунду. Шекспир. Никогда я его не понимал. Ты попался. Привет. Луфуэ. Уже уходишь? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Девушки отдыхают. В этот раз я не оставил тебе шансов, мой друг. Урвуар. Билли все-таки сдержал свое обещание? Он закопал свой мешочек на священном кладбище. И знаешь, что произошло? Что? Все серные источники изменили свой цвет с желтого на ярко-синий. Их отвратительный запах сменился на аромат цветов. Папа, все это правда? А ты как думаешь? Я думаю, ты все это придумал. Придумал? Скажи правду. Видишь? Это медальон Луфоэ? Знаешь, если за медальоном придет пират, значит эта история была правдой. А если не придет? Значит, пираты испугались. Но уже поздно. Тебе пора спать. Спокойной ночи. Приятных сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok